МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поиски пропавшего ангарчанина продолжаются. Вместе с полицией работают десятки волонтеров. Граница безответственности. Почему в садоводстве отремонтировали только половину дороги? Петь, рисовать и танцевать смогут далеко не все. Места в учреждениях дополнительного образования теперь строго ограничены. В эфире программа «Местное время». В студии Евгения Шильникова. Здравствуйте. Ангарчанин Юрий Юсовских, пропавший 2 сентября, до сих пор не найден. Сегодня утром к поискам пожилого мужчины присоединились десятки волонтеров. Весь день они прочесывали местность, где предположительно мог оказаться пропавший человек. О том, как ведутся поиски, наш следующий материал. Сегодня утром возле управления одного из строительных предприятий Ангарска собрались добровольцы, готовые помочь в поисках пожилого мужчины. Это студенты Ангарского строительного техникума и обычные горожане. Прочасывание местности будет в районе последнего, где его видели, место, так сказать. Это район Вымпева, лесная чаща. Сколько примерно добровольцев? Это все, которые сегодня сюда пришли? Да, на данный момент это все, но еще люди, человек 80 будет, может больше. На трех автобусах, выделенных специально для поисков, волонтеры отправились в сторону садоводства, расположенных на Усольской территории. Пройдем первым этапом. Телефон у всех есть, собственно, цепочка будет максимум 5 метров по одной стороне. 2 сентября Юрий Юсовских ушел из дачного домика в садоводственного Исачное. По сведениям полиции о пропаже человека в тот же день с заявлением обратились родственники мужчины. Были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Пока всеобщие поиски результата не дали. Розыску могут помочь граждане, в поле зрения которых мог попасть человек, подходящий по приметам к Юрию Юсовских. Его фото и номера телефонов для связи с родственниками вы видите на своих экранах. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Местное время. До дня выборов 14 сентября осталось несколько дней. Ангарский отдел миграционной службы ежедневно ведет выдачу готовых паспортов. До конца этой недели специалисты УФМС будут работать без выходных до 8 вечера. В пятницу до 3 часов дня. О результатах работы за год текущий и планах на следующий рассказали сегодня журналистам, сотрудники департамента ЖКХ и строительства администрации города. Всего на 2014 год из бюджета было выделено более 150 миллионов рублей. Эти деньги предусмотрены на ремонт автодорог и внутриквартальных проездов. Есть территория, которая принадлежит муниципалитету, городу. Есть территория, которая принадлежит жильцам. И есть неразграниченная территория. В соответствии с жилищным кодексом, бремя ответственности на содержание общедомовой территории, которая является собственностью жильцов, это является предрегативой собственников. Это в соответствии с жилищным кодексом. Во двора, где еще не провели межевание, ремонт обещают провести до начала зимы. В остальных за ремонт проездов придется платить собственникам жилья. А пока городские власти планируют ремонт дорог на следующий год, ангарские садоводы сетуют на невыполнение чиновниками обязательства в этом году. В нашу телекомпанию обратились дачники из СНТ «Нива». Дорога, ведущая в садоводство, долгое время нуждалась в ремонте. Проблемный участок исправили и заасфальтировали. Вот только сделали ровно наполовину. Почему? Узнаем из сюжета. Этот участок Саватеевского тракта полностью отремонтировали в прошлом году. А этим летом работы продолжили на проселочных и дачных дорогах. Новый асфальт радует глаз и бережет подвеску автомобилей. Но вот шоссе через пару сотен метров резко сменяется ухабами и колдобинами. Вынуждены были обращаться во все инстанции, чтобы в конце концов начали делать дорогу. Потому что этой дорогой пользуются не только наши садоводы СНТ «Нива», а также садоводство поляны, энергетик, а особенно воинская часть на этих тяжелых больших машинах. Каждый день проезжают и естественно дороги в очень плохом состоянии. Борис Дубасов живет на даче. До выхода на пенсию каждый день ездил по этой дороге на работу в город. Сколько раз ремонтировал подвеску на своем автомобиле и вспомнить уже не может. Дорогу давно у нас не делали. Года три назад за счет города отсыпали несколько машин, приходил грейдер, все, после того вообще ничего не делалось. Нынче сделали вот эти 750 метров, заасфальтировали в самом начале сворота Саватеевской трассы и все. Здесь в конце мая сбрасывались три общества, то есть вот наша СНТ «Нива», поляны и электротехник два. Вот председатели деньги заплатили, грейдер нанили, прошел, потому что отказывались ходить автобусом. Дороги, вернее их отсутствие в садоводствах каждую весну становится препятствием для дачных перевозок. И каждый раз владельцам участков приходится решать эту проблему самостоятельно. Половину дороги сделали, а остальная дорога в плохом состоянии. Пыль, люди жалуются, что постоянно в пыли ездят. Вы раньше на другие садоводства? Да, в других тоже так же. Какая там ситуация? Такая же, в принципе. То есть везде дороги разбитые? Да. Почему дорога отремонтирована ровно наполовину, ответ простой. Граница асфальта разделяет ответственность районной и городской власти. Если первая свою задачу выполнила, то вторая пока нет. Время исправить казус еще есть. Сезонный ремонт дорог заканчивается в ноябре. Евгения Шинникова, Михаил Трышкин. Местное время. Ангарчане проводили ковчег с мощами Святой Матроны Московской. Реликвия прибыла в наш город вечером понедельника. За два дня поклониться святыне пришли тысячи ангарчан. Много людей болеет. И все со своими бедами идут в церковь. Это как последнее уже у нас получается. А так вообще у меня икона привезенная с Москвы вместе с лампадкой. И я с собой на шее ношу иконку Матренушки. И у меня дома тоже есть икона Матренушки. Стоит много икон у меня, конечно. Но мы стараемся верить в это. Потому что много людей болеет. Молимся за своих родственников, за своих детей. Самое главное – за себя. Ковчег с мощами Святой Матроны продолжил свое путешествие по Иркутской области. Следующим святыню примет храм у Соля Сибирского. Ангарские учреждения дополнительного образования готовы к учебному году. 11 сентября в школах и секциях заканчиваются дни открытых дверей. Родительскую плату за обучение в них отменили еще в прошлом году. Что для семей стало большим облегчением. А вот у педагогов проблем, к сожалению, прибавилось. Каких, расскажет наш корреспондент Яна Попова. На подготовку к учебному процессу муниципалитет направил 22 миллиона рублей. Большая часть этих денег уйдет на ремонт Дворца культуры Лесник. В микрорайоне Китой. А для детей из цемпоселка в школе номер 21 уже работают творческие мастерские. К слову, занятия во всех учреждениях начались вовремя. Районный отдел по культуре курирует 10 учреждений дополнительного образования. Это 5 школ искусств, 2 художественные школы, детско-юношеский центр «Перспектива», школа «Мужество» и дворец культуры «Энергетик». С недавнего времени произошли реформы в федеральном законе и дополнительное образование стало бесплатным. Но количество мест в каждом учреждении ограничено. Это касается и бюджетных, и коммерческих. Но вы должны понимать, что бесплатное, но для бюджетных мест. То есть есть определенное количество мест, куда дети поступают по экзаменам, согласно регламентам. И все, что идет сверх этого плана, конечно же, у нас платные дополнительные группы. Дело в том, что мы не можем охватить всех людей, а желающих у нас много. Нагрузка на педагогов возросла, а вот зарплата почти не изменилась. Как рассказали в отделе по культуре, ситуация должна улучшиться к 2018 году. По государственной программе оклады преподавателей обещают увеличить в несколько раз. У меня здесь в школе закончила старшая дочь, отделение фортепианное. Училась платно. Ну, конечно, было сложновато платить. А сейчас младшая дочка на флейту пошла в первый класс. Конечно, большое облегчение для родителей, что мы не будем родительскую плату платить. Как педагогу мне стало сложнее, потому что федеральные государственные требования, которые предъявляют теперь к музыкальным школам, так как мы стали школой дополнительного образования, нас обязывают, так сказать, струже относиться к программам. Стало больше предметов у детей. Сами педагоги опасаются, что отмена оплаты за обучение может снизить дисциплину посещаемости детей и ответственности родителей, и спровоцировать так называемую текучесть среди учеников. Но если теперь ежемесячных платежей нет, то родительские добровольные взносы никто не отменял. Руководители учреждений считают, что без этой поддержки школам будет трудно. У нас была какая система? Родительская плата поступала на счет школы, и, соответственно, далее это была часть зарплаты педагогов. Естественно, что местные власти изыскали в местном бюджете средства, чтобы компенсировать теперь вот эти финансы, вот эти поступления. Конечно, мы же получаем зарплаты в полном объеме, поэтому на нас это никаким образом не отразилось. Тем более, что было повышение окладов, чуть-чуть увеличились, собственно говоря, заработные платы педагогов. Это далеко не все изменения. По новым нормативам в учреждениях дополнительного образования залы и кабинеты для учебного процесса не должны находиться в подвальном помещении. Именно поэтому в Центральной детской школе искусств концертный зал 1 сентября так и не открылся. Подходящего по размерам помещения в здании нет. Делать пристройку хлопотно, да и затратно. Однако в отделе по культуре обещали решить проблему без ущерба учебному процессу. Яна Попова, Владимир Селиванов, Дмитрий Новопашин. Местное время. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, дополнительное образование получают дети более чем в 60% российских семей. Самыми популярными были и остаются спортивные секции. Их посещают не менее трети детей. Почти в два раза меньше – 17% школьников учатся танцем. Рисованием занимаются только 7%, а пением и музыкой – 6%. Востребованы секции туризма и скалолазания. Их посещают лишь 3% ребят. А театральные студии и научно-технические клубы интересны всего 2% респондентов. Занятия фотографией и изучению экологии в свое время посвящает лишь 1% российских детей. Новая выставка открылась в художественном центре. Все экспонаты выполнены из глины. На стеллажах представлено около 400 работ. Это подделки преподавателя первой художественной школы Любови Примак и ее воспитанников. Мы охватили все – рыб, животных, птиц, рельефы, объемные формы. Поэтому тут сильно на тематике не разберешься. Потому что есть и кошки, и собаки, и слоны. Все есть. Открытие выставки приурочено к 65-летнему юбилею автора. Поздравили педагога, сотрудники центра, первой художественной школы, а также бывшие и нынешние ученики. Свою помощь беженцам предложили работники культуры Ангарска. ДК «Современник» приглашает переселенцев из Украины на благотворительный концерт, который состоится 14 сентября в 2 часа дня. Во-первых, мы предоставим наш город Ангарск, покажем немножко. Мы специально фильм подготовили для них. Затем познакомимся с нашими творческими коллегами. Потому что если кто-то будет работать и остается в нашем городе, он чтобы более-менее понимал наш город. Семьи беженцев, которые пожелают посетить концерт, доставят из пунктов временного размещения во дворец культуры и обратно. На этом наша часть выпуска завершена. Впереди вас ждут новости погоды и астрологический прогноз. До встречи.